Ну вот, Борис Сергеевич, смотрите, вы сейчас все вот это вот рассказали. На самом деле, по форме это, знаете, больше похоже на философские рассуждения, на самом деле. Почему? Потому что есть множество различных фактов, постулатов. Мы знаем, что они так или иначе проверяются с помощью определенной методологии, понятное дело. То есть, за всяким утверждением что-то стоит. Вот так работает, в принципе, теоретическая наука, но, опять же, метод определенный. Вы его, кстати, описали в самом начале, когда мы с вами начали говорить. Вот так вот работают естественные науки, и это правильное представление о том, что такое наука и что такое естественная наука. А что такое практические науки, они же работают немного не по другим принципам. Вы можете объяснить, как работает этот телефон, допустим, но вы его вряд ли сможете собрать. А с помощью практических наук, различных практических дисциплин, в принципе, мы можем его собрать. Немножко разные области и сферы, и цели разные, и методы разные, в общем-то, получается. Хотя взаимодействие есть. Нет, ну что значит практическая наука и какая-то еще наука? Есть прикладная физика, есть физика, сказать, фундаментальная. Вот те микрокристаллы, которые используются в телефоне, они раньше были объектом фундаментальной науки. Ну вот дошло до использования их, вот все, там квантовый метод. А иногда бывает наоборот, когда появляются какие-то практические, в общем-то, наработки, и потом только физики уже это, не только физики, биологи и так далее объясняют это. Приведите, пожалуйста, пример. Сейчас, наверное, даже не смогу сказать. Да, в любом случае, ну, например, удар молотком по гвоздю. Ну, самый простой пример, самый примитивный. Законов Ньютона тогда еще, в принципе, никто не знал, когда люди впервые начали создавать гвозди и бить по ним молотками. И люди это все равно делали, получалась определенная очень простая практика. Ну, или, например, не, а с Лебницем вряд ли пройдет здесь, с Лебницем не пройдет. А что там с Лебницем, что там с Лебницем? Ну, Лебниц задолго до изобретения любых каких-либо там микросхем, ну, в общем-то, начал разрабатывать двоичное исчисление. И, в принципе, предполагалось, что на этой М-базе можно будет построить вычислительную сложную машину. Первая машина Бейбиджа, как-то она там вроде называлась, она миномеханическая была. Пытались построить тоже сложную вычислительную машину, но это, наверное, не совсем туда. Но там законы механики больше работали. Ну, в смысле, я не туда. Ну, там логики, законы логики там работали. Логики и тематики, да. Двоичная система исчисления, да, ну, линейка. Ну, в общем, я очень радикально в данном случае разделяю практические науки и теоретические. Нет, ну, вот это вот как-то вы, я так вот и не понял, в чем там практическая наука. Есть наука экспериментальная, которая вот наблюдает природу или ставит эксперименты. Вот, экспериментальная наука. Она не есть практическая. Это прикладная наука, это та, когда вы уже нашли какой-то результат. Ну, кстати говоря, экспериментальная наука вполне могла не вдаваться в детальку. Она бы выяснила, что, например, если смешать две ядовитые жидкости, кислоту и щелочь, то получится безвредный раствор соли. А вот вам, кстати, большой пример алхимия. Алхимия – это вся дисциплина, которая, в принципе, работала без научных знаний. У них свои наблюдения были и практика. Они при этом все смешивали, но вот вся алхимия на этом и строится. По терминологии времен Ньютона это называлось натуральной магией. Да. Да он сам и занимался, вроде бы. То, что сейчас работает, сейчас, по терминологии времен Ньютона, называлось натуральной философией. Вот. Ну, то есть, ну, это такой набор неких практических навыков. Вот, наступило 9 мая, пора сажать картошку. Да. В наших местах это так. Вот под Москвой. Как под Питером, я не знаю, когда у вас. Ну, вот это я не называю наукой, то, что мы сажаем картошку в определенное время. А вот почему мы это сажаем, почему это работает, это наука, объяснение идет. Да, вот, например, в Древней Египте много было полезных знаний, но науки там, по сути дела, не было. Да, в Китае было много полезных знаний, то есть. Ну, в Китае-то, по-моему, там уже наука-то появлялась, надо сказать. А тут вопрос, что мы называем наукой, вот в чем проблема. Мы, вот, понимаете, опять же, в 20 веке определения науки начали смещаться вот как раз на верификацию и фальсифицируемость. Ну, то есть, вот так вот. До этого наукой, в принципе, можно было называть определенный эмпирический метод познания, который берет свои, в общем-то, основания, ну, в общем-то, от учения Бэкона, например, Фрэнсиса. И вот прочих там подобных людей, которые близко к нему были, ну, там, не знаю, Карт Эдди, Декар тоже над этим работал. То есть, со своей стороны, математический метод прорабатывал. Галилей, Ньютон, вот такие вот люди собирались, они в определенном методе пытались работать, разрабатывали его, так скажем. А в Китае их не было. В Китае другой метод был. Сложили как-то людей, вот, дело в том, что наука, в принципе, вот в нашей, в западной структуре появилась во времена еще греков древних. А вот спорят об этом, спорят, Борис Сергеевич, когда она появилась. Это напрасно они спорят. Дело в том, что у них был наблюдательный материал, база, это, значит, вот, астрономия, да? У всех она была, Бориса Сергеевича, все наблюдали за ним. И была модель, и была модель, в которой они описывали движение планеты и светил планеты. И вот эта модель была очень успешная, и модель очень хорошо работала. Понятное дело, что ее потом очень сильно уточнили, во времена, скажем так, Тихо-Браги, вот. Но, тем не менее, она работала, и они создали живучий, работающий календарь, да? Тот, который назывался Юлианский календарь. А потом его уточнили, это еще было в средние века, при папе Григории каком-то, тринадцатом. Вот, чуть-чуть подправили, и все, все заработало, да? Вот это вот, ну, это была, это уже была чистая наука. Астрономия была наука. Не знаю, ты, кстати, можешь поспорить. Не-не, тут уже все научный метод есть, проверяемость. Вот, и то же самое в науке была, но она была в таких небольших объемах, это типа механика. Механика, которой занимали всякие рычаги, вот эти всякие вещи, вот с этими рычагами, вот у них это тоже был, закон рычага был, все нормально. Это у нас, так сказать, входит, так сказать, вот в эту самую нашу, вот в канон научный, да? Ну, это входит в канон научный, но это было открыто не вполне научными методами, не по той и теории познания, как бы, получается, которая в итоге начала все разбирать. Это больше даже на практику было направлено, кстати, больше. В каноне-то у нас проходят только, советские инженеры и ученые проходили-то, боюсь, что. Боюсь, что многие другие, как Ньютон или кто-то ее специальным образом не изучали, ее тогда просто не было, наверное. Вот, и вот это уже тогда было, и она развивалась, и все это дело, ну, медленно развивалась. Медленно развивалась, медленно развивалась, потому что не было тогда математического анализа. И вот как только появился мат-анализ, а это стык 17-18 веков, вот тогда-то этот мат-анализ, первая книга, это как называлась? «Начало натуральной философии». «Да, это еще философия была, кстати. «Нет, нет, нет, но натуральная философия, это они имели в виду вот…» «Ну, натуральная философия, физика, физика как философская дисциплина была». «Да, да, и вот они, она вот и пошла, вот с этого момента началось, все, что вот нас окружает, создано благодаря вот науке за последние 300 лет. До этого очень, очень медленно шел прогресс, вот очень медленно внедрялось». «Мы не знаем, как бы он шел без науки, вот тоже проблема. Можно было бы…» «Да, до этого он шел, материальный прогресс шел очень медленно». «То есть фактически известно, что до этого он шел медленно хорошо, да». «Тут просто вопрос…» «Вот, собственно говоря, пальца одной руки хватило, может что-то еще, но я не знаю». «Да, скорее всего, намного больше. Алхимия в средние века разрабатывала, соединение типических веществ и так далее». «А что-нибудь это в жизнь вошло?» «Ну, порох как минимум вошел. Порох, видимо, оттуда пошел». «С Китая завезли, да». «Ну, включая китайскую алхимию, у них там тоже своя какая-то алхимия была». «Он у них был испокон веков, как говорится. Был еще вот что у нас тут появилось-то, сейчас вы меня этим порохом немножко избили, спирт появился. Это арабы придумали, они придумали перегонку вина на спирт. Появился спирт, хороший растворитель, кстати». «Обработка материалов долгое время по-разному шла и развивалась. Ну, вы в этом лучше разбирайтесь, кстати. Вы у вас, по-моему, на одном эфире был, в общем-то... «А, с Храбровым как раз у вас был эфир, и вы про металлургию много там рассуждали, и вы историю металлургии хорошо знаете, насколько я помню». «С Храбровым?» «Да». «Вроде Храбровым в другом области специализируется». «Да, но вы немножко там вот про металлургию затронули в той беседе. И вот вроде бы вы разбираетесь. Ну, это же долгое время обработка металлов развивалась. Ну, то есть, и оружие в средние века, например, было значительно лучше, чем оружие там у греков, например. То есть, крепче, лучше, прочнее, броня была лучше, например. То есть, это все тоже практические вещи, которые, в принципе, добывались не то чтобы прямым научным методом. По-моему, это даже метод проб и ошибок. Там пробовали, старались, что-то делали и так далее, и так далее. «Да, да, да, метод проб и ошибок». «Ну, и получалось, и прилично». «Да, пожалуй, что так. Только потом, к сожалению, получилось так, что порох-то оказался немножко эффективнее в некоторых вопросах вооружения. Ну, и вот так вот». «Ну, тоже без металлического ствола-то вы не выстрелили?» «Да, конечно, конечно, конечно». «Вам нужен металлический ствол?» «Просто тут уже я именно сравниваю сооружение сложное, как и броня». «Которое работает в гораздо более жестких условиях, чем какое-нибудь режеще-колющее оружие. «Да». «Там и нагрев, и давление, и все это нагрузки импульсные, да». «Ну вот, я просто к тому, что практики было огромное количество до возникновения такой более-менее официальной целостной науки, где уже ученые что-то последовательно исследуют, у них какой-то метод был такой, ну, уже своеобразный, отличный от всех остальных методов, где не было хаоса какого-то. Ведь все-таки в Греции, понимаете, там такая ситуация, что было много различных философских школ и нефилософских. Там уже не поймешь, кто ученый, кто философ, кто мистик, там кто маг, кто астроном, кто астролог. И там все вот это вот как-то в разных людях перемешивалось очень сложным образом. И в итоге получалось, что, ну, отделить чистого ученого там от философа просто было, ну, невозможно. И они то пользовались то научными, околонаучными, протонаучными методами, можно сказать, то пользовались какой-нибудь мистикой, что-нибудь предсказывали. И это творится все, ну, вплоть даже до Ньютона. Еще Ньютон сам таким же тоже занимается. У него там, это тоже очень сложная личность. Это не просто вот такой вот стандартный ученый, который все только методами научными пользуется. У него и мистика была, и алхимия, если не ошибаюсь. Это очень богатая, по сути, личность в этом смысле на различные отсылки к различным методам.